Ну, наконец-то! Всем большой привет, мои дорогие! Меня зовут Карина Аракелян, и добро пожаловать в мое влоговое видео, уверена, что длиной больше, чем 30 минут. Я вам обещаю, что это время для вас пролетит вот так вот по щелчку, потому что именно этот влог я постараюсь сделать очень насыщенным и атмосферным. Почему, спросите вы, да? Потому что для меня уже карантин официально окончен, и я понастроила себе огромное количество планов. Сейчас я вам все расскажу, чтобы вы поняли вообще, о чем будет это видео. Этот влог, да. Спустя два с половиной месяца нахождения на даче, мы, наконец-то, с семьей обратно уезжаем в город. Я уже собрала чемодан, все шмотки, завтра у меня планируется, наконец-то, маникюр, и я обязательно сниму видео 24 часа с длинными ногтями, потому что я собираюсь сделать такие бомбические ногти, но на моем канале почему-то еще ни разу не было видео о том, где мне делают ногти. Хотя все спрашивают, Карина, как ты выбираешь дизайн, Карина? Удобно ли тебе с такими длинными ногтями? Именно в этом видео я расскажу свои первые впечатления. Также на следующий день после девятичасового маникюра, да, вы офигеете от формы и дизайна, которые я выбрала, у меня будет фотосессия, встреча с моей любимой стилисткой, встреча с моей любимой визажисткой. Естественно, на дому, потому что нам не нужно заражаться, это точно. Кстати, да, поговорим о стилистке. Она подберет мне пять луков у меня дома из моей одежды, а также мы выбрали уже несколько луков, которые вместе будем мерить и поедем в торговый центр. Да-да, у меня еще будет фотосессия, а потом уже на следующий день, на третий, к нам с мамой на дом приезжают делать педикюр, бровки, и мы будем такие прям красотки. Все это я хочу для вас подснять, это будет влог очень длинный, поэтому присаживайтесь поудобнее, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, вы хотели, чтобы я показывала больше своей жизни. Эти четыре дня мы проведем с вами просто незабываемо. Уверена, что этот влог будет больше сорока минут. Вы любите влоги, поэтому я покажу вам всю свою жизнь. И, кстати, не рассказала о самом интересном. Да-да, я переезжаю после всех этих сборок, покупок, поездки на маникюр в дом. Да-да, я переезжаю в дом, в дом с моими любимыми друзьями-блогерами. Вначале у нас будет небольшая компания, мы будем, естественно, снимать тиктоки, у нас будет такой прям свой собственный огромный дом с личным бассейном, со спортзалом. У каждого участника будет своя комната, отдельный туалет, отдельный зал, и мы будем просто пилить контент. И да, этот переезд я тоже для вас сниму. У нас будет свой собственный дом с офигенным участком. Наконец-то я готова вам об этом сообщить, потому что именно это видео выйдет тогда, когда мы уже всем расскажем, что мы планировали. Это будет самое незабываемое видео, поэтому... Ставим лайк и подписываемся на мой канал, если же вы до сих пор этого не сделали. Превращай красную кнопочку в серую магии подписки на мой канал. Я Карина Аракелян, приятно познакомиться. На моем канале ты увидишь очень много всего охеренного. Это я так вкратце сказала. В сегодняшнем дне ничего такого интересного не будет, просто под музыку покажу вам, как мы собираем вещи, как мы едем в город, возможно, что я делаю в городе, и вернусь к вам уже завтра, тогда, когда начнется все самое интересное, и я поеду на маникюр. Ну что, мои дорогие, я могу с потрясающим настроением начать этот чудесный влог. Поехали! 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 Наконец-то я в своей неубранной священной комнате. Я извиняюсь за такой срач, ребят, но это влог о моей жизни, тут не будет ничего такого. Я пришла в свою идеальную убранную комнату. В общем, мне только что охранник передал посылку какую-то. В моем инстаграме я ее обязательно открою, ник вы сейчас видите на своих экранах. Обязательно подписывайтесь, тут такая достаточно тяжелая коробка. В общем, я, как обычно, всегда окружена всякими посылками. Сейчас я буду делать генеральную уборку, немножечко приведу себя в порядок. Наконец-то распустила волосы. Три месяца я не была в своей комнате. Наконец-то вы видите тот самый фон. Я уже забыла даже, что у нас квартира в центре есть, серьезно. У меня тут до сих пор принтер, который новый. Я его еще толком не распаковала, даже не разобралась. Мою пробковую доску нужно полностью от и до поменять. В принципе, не такой уж у меня и срач. В сегодняшнем дне особо показывать нечего, просто показала вам этот самый долгожданный момент. Мы приехали, наконец-то! И под музычку сейчас я вам покажу некоторые кадры сегодняшнего дня. И вернусь к вам с голосом. Уже тогда, когда наступит утро, и мы вместе с вами поедем к моему мастеру. Мастеру по моделированию ногтей, да? По моделированию, ребят. Не только по ногтям. Представляете, этот мастер занимается такими работами, что у меня на ногтях будет просто искусство. В общем, ждите, а я вернусь к вам уже завтра. Продолжение следует... Всем доброе утро! Да, на мне криво надеты патчи, не обращайте внимания. У меня все с утра обычно через жопу. Наконец-то, да, наступило то самое время. Я проснулась без будильника ровно в 7 утра. У меня такое бывает, кстати, очень редко. Но в последнее время часто, я не знаю, с чем это связано, то, что я встаю обычно в 7 часов в 6 утра и не могу уснуть. Было ли у вас такое? Если да, то напишите ниже в комментариях. Так вот, я сейчас пойду позавтракаю, попью кофе, переоденусь, приведу себя в порядок. Краситься, я думаю, сегодня как-то сильно не буду, потому что... Но смысл мне на маникюре, и так макияж потечет. 9 часов мне просто сидеть бездвижно. Я уже выбрала одежду, в которую я пойду. Мой новенький костюмчик, мягенькие штаны и кофта. Я вам потом покажу в зеркале, как это все выглядит. В общем, я пойду пить кофе и наблюдайте за мной. Субтитры сделал DimaTorzok Я выезжаю через 20 минут. Быстренько покажу вам все, что я взяла в свою сумку. Знаете, я вчера приехала домой, и я до сих пор не могу поверить, что у меня вообще есть какие-то брендовые вещи. Я уже забыла про их существование. В общем, там лежат мои аирподсы, которые я тоже только вчера нашла в своей зимней куртке. Маленький банан для перекуса, потому что ногти будут делать 9 часов. Яблочко маленькое. И маленький батончик Bite. Именно это мое питание на целый день. Мне кажется, эта сумка очень подойдет к моему луку. Сейчас я вам покажу, как я буду выглядеть. Макияж я решила не делать. И отправляемся с вами на такси. Ехать полчаса. Вот такой вот у меня образ на сегодня. Белые кроссовки, телесная сумка, телесная маска. Вот такая вот я красотка. Такси уже приехало, можно выходить. Ой, ёпта. Короче, ребят, я очень странно выгляжу. Постараюсь надеть маску, но тогда вы ничего не услышите. В общем, я уже подъехала. На улице очень-очень жарко. Не, нахер эту маску. Чудесное настроение. Я все-таки зря надела этот костюм, потому что в нем капец какая духота. Сегодня 30 градусов на улице. В общем, сейчас я дойду до специальной квартиры, где мы договорились встретиться с моим суперским офигенным мастером. И уже под музыку покажу вам, что мы будем делать. И так, ребят, мои первые впечатления. Мастер ушел наливать мне водичку. Чувствую я себя прекрасно. Очень непривычно с длинными ногтями. Вот. Надеюсь, что все будет хорошо. Что я их не сломаю в первый день. Напишите ниже в комментариях, хотите ли вы видео 24 часа с длинными ногтями. Многие просили. Вот. И как бы, да, они действительно длинные. Мы будем делать еще такую форму. Необычную фотографию вы сейчас видите на своих экранах. Эту форму обычно делают на каких-то кастингах, конкурсах. Но я решила сделать себе так, на повседневку. Получается прям супер круто. Поэтому слой такой вот толстый. Продолжаем делать. Прошло, кстати, 3 часа. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мои дорогие, мы закончили делать ногти. Вот такая вот прелесть получилась. Офигенская форма, похожая прям на алмаз на такой. Мне она безумно нравится. И дело в том, что я нашла этого мастера, который единственный, я думаю, в Москве может сделать такую форму нормально. И скоро она улетает. Мастер просто на все руки. Сейчас покажу другую руку. Вот эта рука еще круче. Просто офигенская. Яркие оттенки. На другой стороне вам не показало. Все вот так вот у меня переливается. Длиннющие офигенные ноготки, в которые я влюбилась. И нет, это не толстый слой. Это специально такая офигенская форма. Видите? Просто обалденная. Я влюбилась в эти ногти, поэтому пишите ваше мнение в комментариях. Спустя 9 часов мы наконец-то закончили. И прямо сейчас я поеду домой, потому что уже темно. По крайней мере, начинает темнеть. Я жутко голодная. Съела только за целый день единственный банан. И позавтракала вместе с вами. Поэтому сейчас поеду домой. Приготовлю себе что-нибудь. И вернусь к вам уже тогда, когда наступит утро. Потому что завтра утром я еду к визажисту. Потом у меня фотосессия. И встреча с моей стилисткой, которая подберет мне образы из моей одежды. И также у нас будет шопинг. Как вам мои ноготки? Это просто шок. Я так скучала по длинным ногтям, что мое счастье не описать словами. Какая красота! Господи, какая красота! А я еду домой. Всем доброе утро! У меня просто потрясающее настроение, потому что я уже позавтракала, сходила в душ, переодела. Сегодня я буду в шортиках, потому что на улице под 30 градусов. И прямо сейчас я отправляюсь к своей визажистке, с которой работаю уже очень-очень давно. Но ходила к ней в салон. И там она меня красила. А сейчас этот салон не открылся. И я поеду к ней в гости. Она сделает мне потрясающий макияж, который я буду носить на протяжении целого дня. Ну а после визажистки я еду на потрясающую фотосессию. Сделаю очень много ярких, крутых, офигенных фотографий. И уверена, что обновлю аватарки в моих социальных сетях. Также со мной поедет мой менеджер Ляночка, по совместительству моя подруга. И вместе с ней мы уже увидимся с моей стилисткой, которая подберет мне образы. Сегодня будет офигенный день. Тем более с моими ногтями. У меня еще под футболку ногти подходит. Такой у меня лук сегодня. Ремешочек, черные шорты, новая футболка, бюстгальтер сверкающий. Сейчас еще я буду накрашенная такая красотка. На другой руке браслетики, кольца, как я поэтому скучала. Ну и сумка, которая, естественно, моя является сейчас любимой. Я хотела надеть рюкзак Louis Vuitton, но потом поняла, что эта сумка подойдет к моему ремешку больше. Вот, так что у меня сегодня вот такой вот черненький лук, летнее настроение. И мы отправляемся к визажистке. Погнали! Вот так выглядит мой лук в полный рост. Кроссовочки, которые я покупала вместе с вами во влоге из Дубая. Вызвала такси и сейчас буду отправляться на макияж. Оцените этот лук по 10-бальной шкале ниже в комментариях. В общем, только что не могла найти подъезд, и мне моя визажистка такая пишет. Карин, да, вот тут вот подъезд рядом, заходи. Я на восьмом этаже, но на лифте нужно нажать кнопку 4. Десятиэтажный дом, а кнопки 4. Что за ведьмин дом, объясните мне. В чем логика? В общем, я поднимаюсь. Такой вот тут лифтик модненький. Фотосет можно устроить, девочки. Смотрите, ребят, мы макияж будем делать из вот этой чудесной палетки. Как она называется? Анастасия Беверли Хиллс. Посмотрите, я выбрала вот такой вот фиолетовый оттенок и потемнее. Пока что получается вот так вот. Красиво и для фотосессий, и для повседневки будет очень круто. Сделаем еще реснички. Ты не человек. Сейчас еще можем просто концепт потемнее делать, и из ресниц не будет так ярко. Будет еще просто трех работа, но не будет так. Да, 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 да. Ну что, мы закончили с укладкой, с макияжем. Ребят, это самое настоящее перевоплощение, я вам скажу, потому что я выгляжу совершенно по-другому. Очень красивый макияж с такой вот синенькой подводочкой, и лицо у меня сразу поменяло форму, волосы тоже такие прям пышные, стали объемные, похожи на Мальвину. Еще и ногти, это вообще, ребят, пишите в комментариях, как вы. Капец, конечно, просто. Я так довольна. С ума сойти. Сейчас я буду отправляться на фотосессию. Немножечко прогуляюсь, потому что до фотосессии еще полтора часа сделаю новую фотографию в Инстаграм. Прямо тут. Если вы до сих пор не подписаны, обязательно подписывайтесь. А я вот такая вот красотка. Пришла на студию, ребят, посмотрите, какая тут красота. Все такое розовенькое, красивое. Всякие украшения, доллары, денежки, все по моей теме. Очки, кукольный домик. Посмотрите, как красиво. Прям вообще я тут наделаю сейчас столько фоток крутых. Фокус, да. Одежда, посмотрите, офигенная. В общем, супер, все такое прям стайл Барби. Наделаем крутые фотографии сейчас. Я, конечно, извиняюсь за пошлость, ребят, но это первый образ. Это купальник, если что, не нижнее белье. Вот такой вот у нас будет первый образ. На фоне надувного диванчика розового. Ляночка пришла. Красивая же. Очень красивая. Ну, мне нравится образ, да. Длинные волосы сразу. Может, мне волосы нарастить, ребят, как вы думаете? Очень прикольно. Пик it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the box. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fit it up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the box. Pick it up, pick it up, pick it up. I went on the Flex since Flex Zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. Ну что, мои дорогие, мы спускаемся и надвигаемся в торговый центр Авиапарк, потому что уже закончили фоткаться. Фотки, я уверена, получится. Фотки будут просто бомбические и офигенные, да. Поэтому, если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. По ссылке ниже еще можете подписаться. Там очень много крутых фотографий. А мы едем дальше. Стилистов в торговом центре нам ждать где-то час, поэтому за это время я куплю, возможно, какую-то косметику и вещи, которые мне нужны без помощи стилиста. Отправляйтесь вместе со мной. Я-то хожу ем на ходу, потому что нельзя нигде сесть поесть. Каренечка смотри, косметика. Я тоже сейчас на ходу буду ехать. В общем, мои дорогие, на меня напялили вот такую вот белую маску. У меня есть своя, но мне сказали, найдите эту. В этой я хотя бы выгляжу более-менее. Я купила себе... А покажи в конце влога, что купила. Покажу в конце влога. Но чтобы вам не было обидно, покажу одну вещь. Палетка для контуринга от Кэт Бонди. Сегодня мне ее мой визажист посоветовал. Я решила купить. Остальное потом. Мы идем дальше. Ага! Мы к тебе заглянули примерочно. Поздоровайся. Здравствуйте, мои дорогие. Я сейчас нахожусь в магазине Оиша. Выбираю себе, как вы видите, всякие бюстгальтеры, халатики. И, наверное, я вам чуть-чуть покажу. Ну, халатик хоть покажешь? Халатик, да. Ну, как наденешь. Да, сейчас покажу. Вот такой вот халатик. Я очень люблю такого фасона халаты. Они очень прикольно выглядят. То есть, прям вот такой домашний, уютный. Но при этом очень красивый. Да, красивый. Поэтому покупаем. Ага! Эй! Как обычно, мой любимый скраб. И прозрачная пудра. Ну, помехать. А ты знаешь, что в Таиланде ровно в два раза дороже лаша? Все в два раза дороже. Почему? Не знаю. Все в долларах в два раза дороже, чем здесь. В Дубае тоже дорого было. Я когда в Дубае ездила, там не за кофе... Ой, это я про старый бокс говорю. В лаше, короче, я заплатила тысячу пятнадцать за несколько бомбочек и за спрей для тела. Да. Я не знаю, почему. В России сам дешевый лаш. Ребят, я очень хочу есть. Просто не могу. Сейчас будем искать, где можно найти еду, потому что я реально с самого утра ничего не ела. Шоп-контент. Карина Аркелян идет в Ашан. На самом деле, просто деньги на шопинг потратила и нет денег. Да. Вот. Ребятки, в общем, нас заставили опять надеть маски. Я нашла стенд, как вы видите, со всякими вкусняшками, напитками для правильного питания. Вы все прекрасно знаете, что я сейчас худею, поэтому я думаю, возьму киви, черешню, пройдемся по полезностям. Или, наверное, какой-нибудь смузи. Здесь какой-то зелененький, смотри. Да. Это у нас с яблоком. Сейчас решим. В общем, дорогие мои, рассказываю. Начался сильный дождь, погода подпортилась и отменилась стилистка. Почему? Потому что она попала в сильную-сильную пробку и ей оставалось ехать час. А по времени меня это не устраивало, поэтому мы устроили вот такой вот шопинг, пока что без одежды. Я купила огромное количество косметики, всяких масок, штук, дрюк. Сейчас мы быстро завезем все эти пакеты ко мне домой и поедем в ЦУМ для того, чтобы я там себе что-нибудь присмотрела и в крайнем случае завтра себе куплю те вещи, которые стилистка мне скидывала. Она мне кидала документы, то есть там по лукам все распределено и мне она нужна была только для того, чтобы дать совет, то есть действительно подходит ли мне эта вещь или нет. Поэтому надеюсь, что все сейчас будет хорошо и я буду держать вас в курсе. Ну что, Карина, как тебе масочка? Очень красивая, мне очень нравится. Но это, по крайней мере, лучшее, нежели чем скрывать пол лица и тебе нечем дышать. Я взяла базу под тени от NARS, потому что именно бренда NARS не было в авиапарке. А сейчас пойду искать свой любимый топик. Его фотографии вы сейчас видите на своих экранах. Я очень его хочу найти и надеюсь, что он окажется сегодня в ЦУМ. Все-таки мой топ мы так и не нашли. У меня уже немножечко подпортилось настроение, потому что я очень устала за этот день. Вот, поэтому мы зашли в магазин Гуччи, я присмотрела себе кольцо, фотку вы сейчас видите на своих экранах. Я что-то как-то думаю, брать или не брать. Скорее всего, сегодня я ничего не буду брать, именно в ЦУМе. Вот, и как-нибудь себе устрою другой день для шопинга, потому что тут все такое очень странное. Если мы сейчас еще походим, или она торопится, то, возможно, я себе что-то выберу. Если нет, то я поеду домой, и завтра день будет еще интереснее. Так, ну все, я подарок купила. Сейчас, наконец-то, Карина мерит свою футболку. Посмотрим, что там. Как тебе? Ну-ка, покажи. Слушай, мне нравится. Мне очень нравится. Ну, наконец, слава богу, ребята. Мне очень нравится. Как я счастлива, что этой женщине что-то понравилось. Футболка именно прямо такого моего стиля. Я очень люблю такие футболки, поэтому сегодня я ухожу из ЦУМа с покупкой. Ура, ура. Все? Я покупаю. Супер. Ребята, если вы когда-нибудь пойдете с Кариной в ЦУМ, просто знайте, что пока Карина не найдет, потому что она ищет, она не уйдет. Ну что, сколько у тебя бонусов? Шесть тысяч. Супер. Семь, по-моему. Ты же моя экономная. Так выглядит довольная Карина, которая аж светится, и не может перестать улыбаться. Которая светится, и сейчас, скорее всего, пойдет еще кольцо брать. Да? Пойдем сейчас кольцо покупать? Мне очень понравилось кольцо. Идем за кольцом? Я думаю, что пойдем еще раз померяем. Давай ты переспишь с этой мыслью. Если что, завтра заедешь и купишь кольцо. Думаешь? Конечно. Кольцо красивое. Вот ты с этой мыслью поспишь и решишь. Все-таки Ляна ушла, ребят, и я решила взять это кольцо. День прошел не на смарку. Я его беру 100%. Мне оно очень-очень нравится. Поздравьте меня. Вот такое вот чудесное колечко. Я уже ожидаю, когда мне вынесут кольцо, как мне его упакуют. Настроение просто чудесное, ребята. Я даже не знаю, как можно назвать этот день. Он был такой чудесный, интересный. Вот. Поэтому я думаю, что как приеду домой, обязательно проведу для вас распаковку. Если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, то обязательно подписывайтесь. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Вот. А также я вам покажу домой еще, как приеду, все, что я взяла. Мне дали вот такой вот большой пакет, чтобы мне было удобнее все тащить. Вот что значит заботливые консультанты. А я вызываю такси и еду домой. Показываю, ребят, в итоге, что я купила быстренько. Не буду демонстрировать вам нижнее белье, но скажу, что оно тоже присутствует в покупках, потому что, ну, показывать его как-то будет не очень. Итак, начну, пожалуй, с шампуня и бальзама для волос. Это профессионально используют парикмахеры какие-то прям дорогие шампуни и бальзамы. От Лореаль. Вот этот стоил полторы тысячи шампунь, а бальзам тысячу. Вообще дорогие, но как бы мне было лень идти в продуктовый магазин, поэтому я решила взять дорогие. Попробую, потом расскажу вам, когда поеду в дом. Бомбочку для ванны, которую часто все используют, она синего цвета. Палетка от Kat Von D для контуринга. Самая популярная среди визажистов. Консилер от Huda Beauty. Тушь от Sephora. Говорят, хорошая. Nars. Вот я вместе с вами покупала эта база под тени. Too Faced пудра. Скраб для лица пикантная кукуруза. Прозрачная пудра для лица от Lush. Тоник для лица. Альгинатная маска. Халатик. Я вам его тоже показывала. Тканевые масочки без них никак. Дальше. Хайлайтер от MAC. Дозатор для моего тонального крема, который я покупаю уже года два. Наверное, его всегда использую в оттенке NW10. Жидкие тени. Тоже от MAC. А я обожаю жидкие тени. Если ты не хочешь париться с макияжем, можно быстренько нанести такого розоватого оттенка или дополнить макияж. Ну и база под макияж, пацан. Ну и теперь ЦУМ. Конечно же, мой перстень со змеями просто офигенный. И моя новенькая футболочка от Валентина. Кольцо было вот в таком вот пакетике красивом. Пыльник это или как называется. Коробочка офигенная. Ну и вот мне большой пакетик дали. Вот такие вот дела. И вернусь к вам уже завтра. Всем доброе утро, мои дорогие. Она начинается с того, что мы с моей мамой идем в салон на ламинирование бровей и педикюр. Из нас сегодня сделают красоток. На улице сегодня жара. Я похудевшая надела шорты, которые мне огромные вместе с ремнем. В Москве шумиха. Вроде 9 утра, а машин уже очень много. И людей, естественно, тоже. Мы надвигаемся в салон. Погода невероятная просто. Очень жарко. И знаете, снимая этот влог, мне кажется, что я действительно где-то отдыхаю. То ли в Дубаях, то ли еще где-то. Я к лету в Москве реально не привыкла. Такое ощущение, что эта зима длилась вечность. Отправляемся в салон. Вот такие вот мы с мамой красотки надели масочки. Сейчас будем заходить с нашей защитой. Надеюсь, что вам понравятся результаты. Покажем вам наши педикюры, бровки. Погнали. Вон там моя мамочка. Ей уже начали делать брови. Мне сказали немного подождать. Жалко, что она не может вам помахать. Итак, я отошла в туалет, чтобы нормально вам объяснить, что вообще происходит. Мне сделали вот такие бровки. Да, они выглядят широкими, достаточно непривычно, но мне очень нравится. Я всегда делала такое ламинирование, и взгляд сразу поменялся. Сейчас мне будут делать педикюр, и я думаю насчет цветов таких же, как у меня на руках. Посмотрим, что получится. Все, мои дорогие, мы закончили с педикюром и с ламинированием бровей. Я вызываю такси домой. Наверное, буду красться, потому что на сегодня визажистка отменилась. Скорее всего, потому что у нее тоже какие-то дела, и она, по-моему, тоже на маникюре. Вот, поэтому я должна еще забежать в аптеку для того, чтобы купить все лекарства на случай, если я заболею, и буду собирать уже второй чемодан. Господи, на меня так люди смотрят, будто камера в руках это что-то необыкновенное. Поехали. Мои дорогие, срочное включение. Что же произошло за все это время? Я приехала домой после салона. Мне окрасили корни. Ну, мы вместе с моей мамой постарались, конечно, видите, постарались не очень хорошо. Теперь у меня окрашены корни. Я уже съездила к визажистке, мне сделали вот такой вот макияж, спросите вы, почему розовый? Потому что вчера я купила, не буду показывать, там лифчик висит, свою любимую розовую футболку Валентина. И она очень будет подходить к этому макияжу, точнее макияж будет подходить к этой футболке. Планы немножечко поменялись, мы планировали с Дани поехать в Икею, но так как уже 6 часов вечера, мы поедем только в дом, только в дом и больше никуда. Ехать нам туда 2 часа, я сейчас соберусь, буду красоточка. Сейчас разбужу папу, он спит, он мне поможет закрыть все мои вот эти вот чемоданы. Тут просто у меня трэш самый настоящий. Быстро очень пролетел день, я за это время собрала уже и второй чемодан, и прибралась, и подготовила все нужные вещи, и покушала. И вот уже, как видите, сделали мне вот такой чудесный макияж, поеду красоткой. Поэтому я сейчас до конца собираю чемодан, и выхожу, за мной заедет Даня, и мы вместе поедем в дом. Так что, мои дорогие, крутые приключения начинаются. Поехали! Короче, ребят, меня тут провожает вся моя семья, даже собачка вон сзади, Милка. Большой чемодан, еще один чемодан. Надела рюкзачок, и все, выхожу. Даня уже ждет. Дорогие мои, я приехала вчера, но решила доснять этот влог только сегодня. Почему? Потому что вчера я приехала в дом к ребятам, ну и, естественно, с большим количеством не была знакома, и чувствовала себя как-то не открыто. То есть, мне было не по себе, как будто бы я приехала реально в лагерь, у меня были какие-то странные загоны. Ну, такое бывает, знаете, тем более я всегда жила с родителями, а сейчас у меня такой переезд. Сейчас я вам быстренько продемонстрирую свою комнату, и мы спустимся к ребятам. Это совсем-совсем неполный состав. У нас еще девочка Регина, по именам всех не запомнила Даня Комков, Илья Белов уехал. Ну и те ребята, которые внизу. Мы как бы вместе сейчас снимали тиктоки, вот, кстати, один из них, можете посмотреть. Сейчас быстренько вам покажу мой срач, мою комнату, где я живу одна, и вообще обстановку, что происходит у нас на втором этаже. И сразу хочу сказать, что у нас весь дом будет оборудован. Мы купим всякие неновые подсветки, картины, у нас будет отдельная доска, в нашем доме есть кинотеатр. Но это вы уже увидите в другом моем влоге, сейчас быстренько покажу вам мою комнату. Я единственная живу, чтобы вы понимали, в отдельной комнате все остальные парочками. Ну, парочками в смысле с подругой там или еще как-то, а я одна просто люблю так. Мне комфортнее одной. В общем, как только мы заходим в мою комнату, видим срачельник, мои купальники, два моих чемодана, ну и, соответственно, вот моя комнатка. Кровать стояла в центре, вот эти два столика, один слева, другой справа, но я сделала вот такую вот перестановку. Тут лежат мои вещи, топик, мой телефон, мой рюкзак, мои всякие статуэтки, кольцевая лампа, штатив, тут я сплю. Вот такой вот чудесный вид из окна, наш дом, полностью наш участок. Вот это зона отдыха, а вот это огромное строение, там спортзал, бассейн, все наше. Вот мой шкаф, он небольшой, поэтому вещи я храню в своем чемодане. В чемоданах точнее, потому что скоро нам уже привезут специальные вешалки, которые катаются на колесиках, и я смогу все спокойно разложить. Сегодня я уже чувствую себя комфортно, вот тут все мои вещи, сейф. Вот так вот выглядит туалет, тоже, естественно, мой. Вот она я такая вот красоточка, да, тут мои кисти, раковина, естественно, унитаз, мыло, душевая очень хорошая, ну и все мои уходовые средства. В общем, вот так вот выглядит моя комната, и сейчас мы будем спускаться к ребятам. Короче, вот так выглядит второй этаж, тут очень много дверей, комнат, в них я заходить не буду, это вы увидите в другом влоге. Как бы раз комната, вот моя у лестницы, вот такой вот у нас там красивенький панорамный вид. Еще одна комната, еще одна, и спускаемся я сейчас на самом последнем этаже. Есть еще у нас спуск вниз, и сейчас мы сразу попадаем к ребятам, которые там сидят, отдыхают, залипают в своих тикток аккаунтах. Дорогие мои, можете помахать в камеру, в общем, да, мы уже более-менее так познакомились, я уже чувствую себя так, нормальненько, Анжела, дорогуша моя. В общем, у нас вот такая вот красота, камин, мне Даня Комков, когда мы созванивались, изначально говорил, что я тут буду снимать свои мистические истории. Ребят, как вам такой фон, пишите ниже в комментариях, вот. Ну и там, соответственно, тоже красотенье, мы сейчас будем снимать, пожелайте нам удачи, счастья, здоровья, любви, красоты. Давай, давай, плавное завершение. Давай. Молодец. Сейчас мы с вами спустимся еще на этаж ниже, мы с ребятками сейчас решили резко попить чай, поэтому спускаемся, покажу вам нашу кухню. Нам там готовят завтраки, обеды, ужины, вот, мы там выясняем, как обычно, свои отношения. В общем, ребят, вот этот коридор, тут у нас, по-моему, кинозал, там запасной выход, тут что, это мне не показывали. А, это у нас бильярдная. Ну и, соответственно, тут у нас все вообще будет полностью переделываться, как бы столы поменяются местами, мы только заехали, потому что вот, поэтому вот так вот это все выглядит, тут мы утром завтракаем. И поставили чайник, сейчас будем доставать печеньки. Дорогие мои, у нас продолжаются съемки, это, наверное, уже шестой день моего влога, мы сейчас будем снимать наш собственный челлендж «Загибай палец» вместе с девчонками. Я думаю, что на этом моменте можно закончить мой влог, следите за моим каналом, ставьте лайки, подписывайтесь на него, если вы до сих пор этого не сделали. Ну и напоминаю вам о моем инстаграме, ник вы сейчас видите на своих экранах. В общем, у нас вот такая вот веселая команда, следующее видео уже будет, где я меняюсь комнатами с одной из этих девочек. Как вы думаете, кто это будет, пишите ниже в комментариях. Ну а это, наверное, все, и мы сейчас на счет 3 все вместе закричим «Пока!» Раз, два, три! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok